всем привет еще раз сегодня завершающая лекция нашего курса поговорим о тарантуле вот давайте начнем немножко с архитектурных вопросов потому что кто поднимите руки почитал ссылку которые я сегодня утром кидал про луашку вот ну как видите язык простой вот вопросы есть какие-то по луа вообще удалось разобраться я сам луа никогда не учил как-то это разбирался по мере работы с тарантулом с ним хотя еще лет наверное 12 назад когда мы массово играли в world of warcraft я пытался там писать плагина на луа вот тогда не удалось зато поработал с тарантулом вот достаточно быстрая штука тарантул поддерживает logic just in time compilation вот и поэтому это все достаточно шустро работает чем примечательен тарантул это in-memory с убд полноценная с убд с индексами сейси транзакциями вот причем здесь очень интересный подход к изоляции сейчас покажу вот давайте немножко по архитектуре поговорим все наверно слышали что тарантул хорош тем что он неимоверно быстрый да давайте немножко о цифрах поговорим вот классическая наша с убд пускай mysql где она хранит данные hdd диск и какие-то кэши хранятся в оперативной памяти очевидно да сколько у нас нормальная скорость чтения из диска при последовательном чтении при последовательной записи 100 мегабайт в секунду в лучшем случае и даже если у у нас это ssd сколько там ssd 250 мегабайт в секунду помдают да хорошо если прошу прощения тысячу пять тысяч по-моему мегабайт в секунду да или это в лопсах да все правильно я говорю 250 мегабайт в секунду что-то заболтался большую часть ну по крайней мере у меня вот такие цифры были когда готовился к лекции при этом у нас есть еще такое ограничение как иопс число операций ввода-вывода максимальная с чем это связано с сиками когда у нас головка диска туда-сюда бегает вот hdd это у нас 100 иопсов а вот здесь уже ssd пять тысяч иопсов да это какой-то такой порядок цифр здесь зависит уже от качества еще раз мы бегаем по диску обращение обязательно будет как минимум одна операция к диску да потому что помним мы индексы у нас как правило помещаются в кэш но есть высокая вероятность что данные все-таки мы пойдем на диск да вот и в связи с этим у нас активно утилизируется рам все равно то есть чем больше у нас памяти тем быстрее наша будет классическая база работать да окей есть тарантул тарантул все целиком хранит у нас в памяти тарантул в чем у нас проблема с памятью основная не так много и если нет электричества вот да я намекаю на электричество вот а я утверждаю что тарантул это эйсит да вот на самом деле все просто помните я говорил что помимо того что mysql пишет данные на диск сами данные таблички у него еще есть журналы транзакций точнее у мускулей их целых две да помним все эту историю необычайную вот тарантул пишет таким же образом данные ну как таким же сейчас расскажу конкретно как но он тоже пишет журнал транзакций диск у него есть два специальных файла один называется снапшот второй называется x-log снапшот это полноценный образ всех данных за какой-то момент времени вот в 12 часов ночи у вас запустил снятие снапшота и снапшот пишется на диск и постоянно это именно рейта headlock пишется x-log да то есть транзакция пришла записалась конец файла пришла еще транзакция записалась конец файла в чем преимущество снапшоты мы пишем последовательно x-log мы пишем последовательно то есть в конец записываем дописываем поэтому какую у нас скорость можно получить на этом скорость у нас будет целых 100 мегабайт секунду в неплохом случае до 100 мегабайт секунду если у нас где-то запись одна будет в x-log 100 то это порядку на сколько миллиона получается транзакций в секунду да мы можем писать на диск вот уже неплохо да если еще все не синкать так hdd окей запомнили есть снапшота есть x-log а снапшот он пишет целиком база и только разницу между нет целиком это именно записи целиком поэтому как у нас хранятся данные например мы выкапим снапшоты за какой-то момент времени и там промежуточные x-log от каких-то снапшотов до каких-то есть надо что-то будет откатить там можно проиграть от какого-то снапшота просто часть x-log допустим мы знаем что у нас все сломалось 8 вечера вот последний снапшот у нас был в 12 часов ночи перед этим 8 вечера то есть 20 часов было все нормально а потом еще прошло два часа после аварии вот эти данные они плохие нам их не надо накатывать поэтому применяем последний снапшот накатываем x-log с нуля часов до восьми часов потом два часа простиллер сделаем новый снапшот все а чем вы отвечаете снапшот и бэкап ну снапшот это по сути как это файл бэкапа в какой-то момент времени но и вот как тебе сказать это рабочая некая штука чтобы он стал бэкапом его надо куда-то унести на какое-то другое родилище просто ну как резервная копия чтобы было вот а так уносим по сути это какой-то бэкап окей когда там один версия 1.6 тарантула появилась как происходило у нас копирование снапшота из памяти мы сбрасывали на диск просто происходил форк то есть мы создавали полную копию процесса и начинали писать данные какая проблема у нас кто знает что делает форк с памятью да давайте поговорим об этом немножко по-другому смотрите есть какая-то память до кусок памяти мы меняем один байтик сколько сменится байт дочернем процессе вот в мастере мы записали данные правильно сколько изменится при этом данных в процессе дочки ну да все верно 4 килобайта вот 4к сразу данных копируется вот и на графиках прямо были видны такие подъем вверх под спу допустим когда откладывался снапшот версии если мне память изменяет 166 сделали новую схему основанную на мультиверсионном контроле то есть просто во время снапшота держится копия данных на момент начала откладывания снапшота и новые версии вот поэтому меньше копирования просто есть там 100 байт изменилась быть 100 байт скопировали все нормально окей как в тарантуле сделана работа с процессором помните я говорил что надо по точной да это не совсем правда у тарантула есть три потока один поток это поток работы с сетью второй поток это работа с диском и третий поток это непосредственно работа с данными вот когда говорим об однопаточность тарантула подразумевается именно однопаточность работы с данными да то есть нам не приходится ставить какие-то блокировки мы этого всего можем избежать что уже сказывается благоприятно на потреблении цпу еще раз а мы четко знаем в каком месте нашего кода я более подробно покажу но работа с тарантулом это по сути работа это написание кода налога как правило если вы используете хранимки они как-то по-другому работаете и и вы четко знаете в каких местах будет передано управление другому коду это хорошо это удобно вот ну правда немножко заставляет думать головой чтобы не повесить тарантул но не так сложно окей у нас есть однопаточная работа которая будет грузить сильно достаточно как мы решим проблему у нас 24 ядра на сервере тарантулу в лучшем случае в лучшем случае такого никогда не будет будет утилизировать 3 что с этим делать может быть несколько копий на одном сервере тарантула да конечно мы сразу закладываемся на шартинг что данные будут шартириваться окей дальше помните про лотенцией с репут дилемму окей сейчас секундочку проверю да все нормально смотрите как это может выглядеть какие у нас есть три стадии нетворк работа с данными с 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 как это выглядит приходит запрос он принимается в сети происходит обработка дальше мы работаем с данными каждая из этих это три разных потока до помню вот этот вот граница потоков фиксируем данные в xlog если это запись после того как мы зафиксировали их в журнале транзакции мы уже их применяем на диск прошу прощения в памяти применяем и отдаем ответ в сеть как вы думаете в чем будет проблема в наивной реализации вот пришла транзакция мы вот эти все действия проделали вспоминаем работу операционных систем что здесь будет плохого давайте еще 10 секунд подумаем да что такое чтение из сети что такое обращение к диску что это такое для нас это сисколы это все идут сисколы сисколы это дорого это контекст это копирование данных это переключение в режим операционной системы вот это все будет сжать у нас цпу это плохо что мы делаем чтобы сократить число сисколов говорят когда инжинкс писали там Игорь Сысоев боролся с каждым сисколом он прям каждый сискол старался украть есть какие-то идеи что с этим можно сделать вспоминаем латенси и срипут может как-то пакетно можно пытаться выполнить то есть накапливать больше данных одним сисколом да мы сразу вычитываем здесь пачкой транзакции здесь их пачками обрабатываем пачкой фиксируем на диск потом точно так же пачкой отдаем ответ к чему у нас это приводит у нас падает латенси да ну почему потому что вот эта транзакция первая пришедшая сюда будет ждать записи последней мы на этом будем терять что-то но зато у нас очень сильно улучшается срипут латенси у нас вырос срипут за счет этого уменьшился прошу прощения тоже увеличился ну срипут большой хороший латенси маленький хороший окей идея понятна да то есть мы сокращаем число операций ввода вывода сразу же за счет этого можно больше транзакций будет обработать более менее понятно за счет чего там тарантал оптимален так вот то есть изначально в архитектуру заложили много правильных вещей кроме того там я не буду про это рассказывать потому что я во первых сам это плохо понимаю там реально титаны мысли это писали там свой аллокатор памяти который очень быстро работает очень эффективно расходует память вот если интересно найдите доклад Константина Осипова с Highload он тоже есть вот и он его в принципе в mail.ru читал очень интересный доклад но сложный для понимания то есть надо реально прям сидеть думать много давайте попробуем на практике посмотреть на тарантал что он из себя представляет во первых что можно сделать try tarantul.org есть вот такая вот консолька прям в вебе на самом деле tarantul это не просто база данных это целый low application сервер то есть это low интерпретатор который может выполнять какие-то ваши low приложения ну вот допустим самое простое что можно сделать 4 плюс 7 получаем 11 да удобно хорошо обратите внимание здесь 1.7.2 версия ну мы будем работать не совсем так попробуем по-другому сейчас это моя виртуальная машина с тарантулом вот как раз кстати вот снапшоты запущены вот x-log Occ tidak провида черные разрядки например початол забежали ну например раньше Запускаем тарантул вот так вот. Вот пример ложечки прям, видите, написано. Так, букс. Схема. Lead space. Тест. Чему не нравится. Сейчас. Давайте не так сделаем. Так, у меня тарантул что ли запущен? Конечно. Конечно. Тарантул. Тарантул. Скоро. Рэм. КОНЕЦ Вот так вот создали space. Давайте немножко о терминологии поговорим. Видно нормально, да, всем? Телевизор есть. Помните, как была коллекция в Монге? Вот space — это то же самое, что коллекция в Монге. Это набор неких сущностей. То, что в Монге называлось документ, здесь называется tuple, кортеж. Мы создали сейчас хранилище кортежей под названием тест. Давайте попробуем сделать вставку чего-то в эту схему, да, в этот space. Box, space, test. Так, индекс надо создать для начала. Прошу прощения. Box, space, test, create-индекс. Сейчас у меня здесь подсказочка. Имея индекса. Тип индекса поддерживается деревянные индексы, хэш-индексы, гео-индексы поддерживаются. Давайте сначала покажу, потом расскажу про индексы подробнее. Вот, можно сделать индекс уникальным. Говорим, что индексировано будет первое поле, и оно должно быть обязательно unsign, то есть число без знака. То есть он тут обязывает вручную создавать индексы на каком-то прайм-реке? Да. Вот добавили индекс. Как думаете, будет ошибка теперь? Первая поле у нас строка? Да, абсолютно верно. Вот он пишет об этом, что так делать нельзя. Вот видите, мы вставили кортеж. Так сделать можно? Да. А что отсюда заметно? Вот из этого примера. Потому что там бинарный тип данных, и в принципе ему без разницы, какая строка или число. Нет, на самом деле тип данных не бинарный, здесь в том плане, в котором ты имеешь в виду. Тут данные хранятся как mcgpack. Мcgpack, кто-нибудь знаком, что это такое? Это, как вам объяснить, JSON, знаете, что такое, да? Ну, знаете, естественно. Вот, это более компактный способ хранения. Поддерживаются точно так же числа. Удобнее хранить не в текстовом виде, как их в JSON хранят, а в переменном числе байт. То есть, допустим, маленькие числа будут храниться в одном байте вообще. Соответственно, сжать и эффективно расходуется память. Наружу тоже отдается в таком же формате, как mcgpack, например. Вот, их надеть можно любой mcgpack объект. Например, никто не мешает сделать вот так. Так, прошу прощения, привычка на ЖЛОА. Отсюда еще какой у нас вывод о том, что в тупле может быть переменное число элементов. Это важно запомнить. Особенно это было хорошо, когда был тарантул 1.5. Там не поддерживались еще встроенные... Там, да, вообще не mcgpack был. И нельзя было внутри хранить массивы или, не знаю, какие-то словари. Вот, всего этого еще не было. Поэтому пользовались тем, что кортеж может быть переменной. Можно сделать вот так. Так, почему так? Кавычки можно поставить... World, да. World в кавычках. Потому что World, это как у нас интерпретировался, это переменная, которая не задана, значит, она возвращает nil. Nil в ло это удалить ключ, по сути. А можно все-таки создать такой индекс, чтобы он был не по сайм-числам, а по строкам? По строкам, да, конечно, можно. Покажу пример, конечно, потом. А с автоинкрементом? То есть просто вот здесь не unseign, а str создается, string, по-моему, или str, сейчас не помню. С автоинкрементом можно? Да, возможно это сделать. Это когда-то не было этой возможности писать, и это мой руководитель вообще-то писал первую такую ложку, которая дала такую возможность сделать. Вот так вот делается select. Box, space, test, select. Это заселектить весь кортеж. Прошу прощения, весь space можно. Вот все кортежи наши есть. В YAML формате отдаются на консольку. То есть еще раз кортеж с точки зрения у нас mcg-pack, это просто массив mcg-pack. У нас есть поддержка транзакций. Вот как начинается транзакция. Box, begin. Вот это вот старт транзакции. Если нам нужно будет откатить транзакцию, мы делаем box, roll, back. Происходит откатка транзакции. Давайте я вам на примере уже в ложках покажу, как это выглядит. Будет поинтереснее. Профайл лом. Все лишнее сотрем. Мы потом эту ложку разберем. У нас благо все ложки лежат в опенсорсе. Я вам могу наши реальные ложки показывать. Уменьшая Увест. подаем гостевому пользователю права все делать что ему хочется на объекте universe это соответственно вообще на всем бокс чема space create так делать не надо я вам сейчас просто для примеров показываю как это правильно делать я позже покажу пока просто по синтаксису разбираемся а Давайте на этот раз хэш создадим, в этот раз по строчкам. Вообще, на самом деле, когда мы не указываем здесь через какой индекс, по умолчанию подразумевается, что мы работаем через индекс primary, но в принципе можно селектить или инсертить через любой индекс. Ну, инсерт, наверное, не через любой, но селектить точно через любой. Идея понятна, да? То есть, если мы не указываем через какой индекс, то по умолчанию подразумевается primary. Давайте попробуем запуститься. Траканон, объект, тип, дитрейт, экзекьют, припутал местами, что ли? Видимо, в такой последовательности. Вот помните, я говорил, не надо так делать, как я говорил, потом покажу правильно, как делать. Вот это ровно из-за таких проблем, что тест 1 already exists. То есть, у нас уже создана эта таблица, а мы ее пытаемся еще раз создать. Вот так делать не надо. Это просто пока для демонстрации. Запустили. Вот видите, у нас уже сразу мы запустили ложку только-только, а уже какие-то данные там подгрузились, потому что мы в самой ложке это указали. Давайте покажу, как с транзакциями работать. Давайте вот так сделаем. Такое, по-моему, тоже возможно. И давайте это сделаем не просто так, а вот таким вот образом. Потом я сознательно делаю ошибку, чтобы показать ее на примере. То есть, мы делаем что? Мы пишем функцию, которая подготовит нам данные. Делаем box begin в начале, то есть начинаем транзакцию, в конце применяем транзакцию. Как думаете, имеет ли вообще смысл в том кейсе, который я сейчас написал? Точнее, кстати, нет, я не сделал ошибку, все нормально. А он разве добавит? У нас же уже есть какой-то индекс. Я написал if not exists. Box commit — это и есть закрытие транзакции. Можем откатить. Так. Unexpected symbol где? Так, ребята, все, что-то это у меня уже заразом заходит. О, на сессии все не переписал. Вот, запустилось все нормально. Так, как там было prepare data, да? Попробуем еще раз prepare data, ну и, естественно, он нас пошлет. Как думаете, почему посылает? Индекс у нас не unique. А почему? Primary. Не совсем так. В данном случае по другой причине. Ну, единственный индекс. Да нет, нет, все проще. Type, обратите внимание, type hash. Type hash у нас всегда уникальный индекс. Это не дерево. Давайте почистим индекс. Сейчас вспомню, как его чистить-то. Индекс, говорю, index space. Давайте вот так сделаем, пока ли не чинить все это. Вот, есть команда box, test1, truncate, очистка. И давайте перед prepare data тоже сделаем вот так вот. Угу. Что ему не нравится? Угу. Вот получаем наши данные. Теперь, допустим, мы считаем, что транзакция завершилась неудачно. Смотрите, я делал копию Hello4. Как думаете, что будет? У нас есть уникальные ключи. По идее, не должно ничего вставиться, да? Да. Вообще ничего нет. Давайте проверим. Да, ничего не вставляется. Плюс можно было вручную откатить еще транзакцию и написать box rollback. Вот в данном конкретном случае это было полезное действие. Работа с транзакциями сейчас. Покажу другой вариант. Локал-т. Создаем пустую табличку. В общем, можно и так, конечно, и без этого. Но давайте красиво напишем. Спасибо. Спасибо. Что не нравится? Давайте посмотрим. данные вроде должны быть как так я данные что ли не заполнил теперь создадим все награнтуем все какой момент тут копия-то создается а да точно я же эксперимент проводил у-4 вот-вот теперь нормально возвращаем hello 123 hello4 перезапускаем тарантул еще раз хотя там можно на самом деле не перезапускать тарантул даже по-другому сделанту файл тем не менее получаем наши данные назад теперь внимание вопрос а нужен ли здесь бокс-бегин бокс-коммит это из-за особенностей тарантула на самом деле нет и нужен еще раз считаем что давайте я немножко тогда скажу вот так тарантул с версии 1.7 поддерживает так называемый винил это дисковое хранилище то есть теперь в принципе данные мы можем хранить не только в памяти но и на диске да вот мы пока от этого абстрагируемся и говорим о том что у нас сейчас дисковый движок memtx то есть движок хранящий данные только в памяти да у нас на диске только рейтах от лог x-логи вывод какой можем сделать у нас однопоточное приложение находится внутри луа и мы четко знаем где может быть передано управление так вот в случае в mtx у нас происходит передача управления другой луашки ну то есть как это может происходить вот пришел пользователь вызвало prepare data представим что begin нет закомментируем его вот так сделаем произошел truncate могло передаться управление другому другую хранимку произошел insert опять может передаться управление вот допустим вот сюда в get data в другую транзакцию insert тоже передалось управление в другую то есть на каждый insert у нас может произойти передача управления может произойти может не произойти никто не знает да вот box begin нас от таких вещей защищает в случае с select записи не происходит поэтому гарантированно пойдет select кто мне скажет как повесить tarantul какой зловледный код можно написать чтобы повесить tarantul да делаем бесконечный цикл да делаем бесконечный цикл все tarantul виснет это можно избежать надо есть команда yield у tarantul делаем yield box yield по-моему она и тогда tarantul будет передавать управление зачем это нужно у нас есть какие-то реплики мы периодически обходим пользователей чтобы какую-то статистику посчитать сколько там я не знаю у нас пользователей имеет какие-то дополнительные папки например что-то типа такого да в почте типичная задача или сколько пользователей включило такую-то фичуру вот когда такие вещи делаем очень важно делать box yield периодически это что нам позволяет box fiber yield это нам позволит передавать управление периодически в другую грунтинку то есть важно полезно но благодаря всем этим вещам мы точно можем избегать рейс кондишенов потому что четко знаем где будет происходить переход управления в другую хранимку хранимку что еще важно знаете здесь у нас реализована кооперативная многозадачность только реализована она не тредами а файберами ну файбер это типа как легкий тред такой да вот между файберами как раз передается управление этим самым yield но тем не менее каждый в один момент времени тарантул будет исполнять только один файбер это важно помнить да при этом вам никто не мешает делать что-то типа потоков и передавать между ними управление через yield тут есть нормальные каналы по передаче данных очень похожие на go lang тот же самый вот еще тонкий момент луа в тарантуле у нас полноценная и мощная то есть в принципе здесь можно писать приложения что многие делают в том числе приложения которые будут работать по сети например вам никто не мешает изнутри луашки сходить по http куда-то да или вообще поднять в луа http сервер что мы собственно говоря сегодня сделаем одна из частей которые мы будем делать это поднятие своего сервера http который будет возвращать веб-страничку вот давайте наверное сейчас это сделаем а да почему я это говорю все самое важное прошу прощения вот если у вас произойдет какой-то системный вызов то вас даже транзакция не спасет как только мы делаем сискол какой-то запись в сеть допустим обращение к диску уже к этому моменту можно точно сказать что произойдет прерывание давайте покажу пример сделаем библиотеку которая позволяет работать с сокетами и создадим сокет по сути это системный вызов как думаете что будет теперь с нашей функцией prepare data get data prepare data еще раз get data сейчас оно отрабатывает но в принципе там может сейчас сокет может не создает реально мы хотим в сеть что-то передать возможно здесь какая-то оптимизация стоит и не происходит реальной передачи контекста сейчас либо я не прав сильно может они что-то поменяли соус цент ту 3303 передадим строчку раз два три теперь точно сискол должен быть сейчас вышли да ребят значит я видимо что-то Продолжение следует... 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 которое могло бы блокирующее действие, то, что заблокирует Fiber. То есть такие вещи надо понимать. Еще раз, теперь понятно, почему у нас вот эти транзакции не закоммитились. То есть чтобы все заработало, нужно сделать вот так. Вот если мы сделаем вот так, все заработает. Перед любой блокировкой надо коммититься. Но тогда это увидят все. Вот. Вот теперь нормально, да? Можно обжечь? Да. А вот те две записи, которые после системного вызова, они в одной транзакции идут? Нет, они уже вне транзакции идут. Да, каждый из них может сделать yield. То есть после первого инсерта, после сискола уже может перейти управление в другой Fiber. Вот. Посылка в UDP. Понятно, почему не сработал пример, да? На UDP. Я что-то думал там на любом сисколе, видите, оказывается на любом блокирующем сисколе только это произойдет. А UDP у нас не блокирует. Потому что UDP, он по своему принципу как работает. Он, если сможет, пошлет данные. Если не сможет, забьет и плюнет. Он ничего не гарантирует. Вот поэтому здесь блокировка не происходит и не происходил обрыв транзакции. Вопросы? То есть понятно, еще раз. Когда у нас может передаться управление, если мы не делали box begin? Если мы не начинали транзакцию? Только на записи, либо на сисколе. Когда у нас может передаться, в случае box begin, любая запись становится гарантированной, она не делает yield гарантированно. Но любой сискол блокирующий, это эквивалентно тому, что сделает rollback. То есть внутри транзакции мы не пользуемся сисколами. Иначе мы теряем всю транзакцию. Мы делаем rollback. И все, что дальше идет, считается уже не транзакцией. Это эквивалентно тому, чтобы поставить перед такой транзакцией rollback. Я понимаю, что из своего приложения можно просто код лоа отправлять на таранкул, и он будет исполняться. Каким образом мы общаемся с приложением с таранкул? Из приложения? Можно дергать хронимки, допустим. То есть вот как я делаю, точно так же дергается. Там специальные коннекторы есть, библиотеки, которые все это делают. Я не уверен, под 1.7 есть такое или нет. Под 1.5 точно был бинарный протокол. Еще помимо возможности дергать хронимки, там был бинарный протокол, который говорил, вот эти данные вставь. Или заселектные, там, какие-то данные по такому индексу. Если будет сырой лоа, лоа, куда? А что, важно, он будет исполняться? Тарантул – это полноценный лоа интерпретатор, точно так же, как Монго – это полноценный лоа интерпретатор джаваскрипта. Вот все, что я пишу, это прямо внутри тарантула крутится, вот эти хронимки все. Там полноценный код можно писать. Давайте я такой пример покажу тоже с точки, с помощью документации, наверное, последнее, что я вам лично сегодня покажу. Потом передадим слово Сергею. Где можно посмотреть примеры лоа-шек, откуда я их, например, постоянно смотрю. Мы в Mail.ru все выкладываем, а что касается лоа-шек, по крайней мере, не все, но многое. В Open Source, вот на GitHub есть репозиторий. GitHub, Mail.ru, NTLO, да? Здесь большая часть лоа-шек была написана еще под Тарантул 1.5, там немножко другая библиотека стандартная. Не все подойдет. Ну вот, например, мной недавно была написана вот такая вот лоа-шка, давайте ее подробно разберем. Сейчас я только шрифт увеличу. Смотрите, здесь у нас есть конфиг, что это за лоа-шка такая. Мы храним некие данные о пользователе в формате ключ-значения и храним его юзер-айд, да? То есть есть юзер-айд пользователя, есть его ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение. Тупол из... Есть ссылку в Telegram? Да, конечно. Раньше у нас этот Тарантул был написан на 1.5. И вот так как там не было вложенных структур данных в Тупол, у нас были переменные длины данные, типа юзер-айд, следующий элемент кортежа ключ, следующий элемент кортежа значение, ключ-значение, ключ-значение. И вот от этой проблемы мы ушли, заиспользовав вот такую особенность. Просто с этим проще работать. Если вы сравните код старого и код нового, то код старого был намного больше. Да? Как происходит у нас инициализация Тарантула? У нас в самом конце лоа-шки есть вызов двух функций initStorage и initRoll. Давайте начнем с initStorage. Ему передается некая функция init и некая табличка интерфейс. Создаем пользователя, называем его initUserName. Говорим, что создаем его только если его уже не существует. Это нужно помнить, я перезапускал Тарантул, говорили объект уже существует, не надо так делать. Вот в данном случае мы все делаем хорошо и правильно. Грантуем пользователю, даем ему полные права, вообще полные права на весь Тарантул. И переключаемся на этого пользователя, вот бокс, сэшн, ссу. Переключились на него, вызываем инициализирующую функцию. Какая у нас инициализирующая функция в данном случае? Init. Что происходит в init? Создаем новый space, новый профайл, называем его, и создаем по нему индекс. Индекс primary, деревянный индекс. Зачем нам здесь деревянный, кто может подумать, почему не подойдет хэш? Чтобы уникальный? Нет, уникальным он все равно является, вот Unict. Да, но и где хранятся? В смысле, где в памяти, в Тарантуле. Ну, просто если они на диске хранились, то там лучше дерево есть. Нет, здесь основная причина, смотрите, какая. В дереве есть некий порядок, просто в дереве удобно обходить всех пользователей. Хэш у нас неупорядоченный, дерево упорядоченное. И мы только с помощью дерева можем найти всех пользователей, там больше миллионного пользователя, да, более стимиллионного. С хэшом мы будем вынуждены обходить все. Вот такой возможности не будет. Поэтому, да, дерево чуть более, больше накладных расходов несет. Чуть-чуть. Вот, но тем не менее. Делаем Unsigant по единичке. Это говорит о том, что у нас UserID всегда там больше либо равны нуля, они могут быть отрицательными. И мы четко говорим, что вот первый элемент это Unsigant. Значит, там не может быть ни строчки, ничего, да. Еще вопрос. Чем отличаются точки и двоеточие точки? Это как разрешение пространства имел или что? Нет, двоеточие это синтаксический сахар. А это то же самое, как точка? Нет, нет, не совсем так. Давайте напишу в контекстовом редакторе. Это все равно, что написать вот так вот. As create. Self, короче, да, передается. Вот так вот. То есть понятная идея, да? Двоеточие это синтаксический сахар, который позволяет... Ну, потому что там селфов не надо никаких передавать. Это просто, ну, смотрите, create.index подразумевает, что первым параметром он будет передан space, да? Вот, space мы уже у него вызвали, поэтому двоеточие как бы передаст. Схема, ну, это как объект получается, это табличка. Box это та табличка, в которой есть элемент схема, у которой есть элемент create space. А в табличке индекс по одному поле может быть? Нет, нет. А как, ну, это же кей-вэлит хранилище? Нет, это не кей-вэлит хранилище, в общем. А как в ладок? Ну, оно хранит какие-то кортежи. Ну, вот если по типизации, то к какому тогда оно хранилище? Ближе, наверное, да, это все-таки кей-вэл-ю хранилище, но... Понимаешь, его сложно назвать кей-вэл-ю, потому что у тебя все-таки в одном тупле может быть несколько индексов, да? По разным полям, и ты можешь из них все еще извлекать. Ну, сложно здесь сказать мне, вот я все-таки не столько теоретик, вот. Оно близко к кей-вэл-ю, но все-таки кей-вэл-ю это у нас что? Это мамкэшт, где есть ключ, есть сдача, где ты по ключу всегда получаешь значение, то есть как хешмоб некий, да? Но это все-таки не совсем то же самое, он более сложный, чем мамкэшт. Окей, создали индекс деревянный. Если кого интересует, давайте я синтексис покажу. Можно сделать не так, а вот здесь дописать еще потом четвертое поле. Еще один ансиганат, да? Вот это уже будет составной индекс. Можно вот такие вещи делать. Здесь перечисляются все функции у нас, так давайте вернемся, где у нас init вызывался. Окей. Закончили инициализацию, создали space, создали по нему индекс. Теперь итерируемся по интерфейсу. Обратите внимание, здесь pairs. Так, где она у нас? Здесь в принципе идет массивчик, можно было не pairs, а использовать ipairs, да? Все помнят в луажке, чем отличается pairs от iprs? И pairs работает только с таблицами, которые по сути являются массивом. А не только массивную часть таблицы могут получать. Pairs получает все как, ну, когда это хэш какой-то у нас. Окей. И по каждой функции, которую мы передали как интерфейс, то мы вызываем box-схему funcrate, то есть создаем функцию. Потом переключаемся назад на админа и отзываем у пользователя вообще все права, которые у него только были. То есть пользователь становится бесправным. Зачем это нужно? Дальше покажу. Мы будем работать только через роль. Чтобы получаем, грубо говоря, полную инкапсуляцию. С tarantool можно будет работать только из админской консоли первая, либо под специальной ролью мы сможем вызывать только хранимые процедуры. Напрямую там box-space-select мы не сможем делать. Вот ниже мы создаем роль. Создаем роль, все понимают, что такое, да? Это некий набор прав, которые можно выдать пользователю. Сразу как алиас для набора прав. Создаем роль в случае, если ее еще не существует. И выдаем для этой роли права на запуск функции v. Вот, function, тип, который выдаем. v – это название функции, вот отсюда прилетающей из этого массива интерфейс. В случае, если еще не существует. На этом у нас заканчивается инициализация. И когда мы будем писать новые хранимки, мы просто перечисляем ее вот в этом массиве интерфейс. Ниже пишем еще какое-то одно поле, вызываем doFile, заставляем tarantool перечитать файл. Там, как у нас везде if not exists, все будет нормально работать. Но только появится еще одно поле, и оно добавится на запуск в файл. Дальше там вызываем нужные нам библиотеки. Далее. В чем преимущество того, что у нас tarantool, и что бы мы не смогли сделать на каком-нибудь MySQL, да? Мы создаем сокет. То есть мы работаем как в нормальном языке программирования. У нас полноценный язык программирования внутри tarantool. С нормальными сисколами совсем. Мы создали сокет, который работает по UDP. И у нас есть такие функции. Во-первых, особенность. Когда мы хотим хранить все в формате мапки, да? То есть ассоциативного массива. Поэтому все наши данные мы будем превращать, задавать им мета-таблицу mcgpack mapmt, чтобы они сериализовывались именно как мапка. Не как массив, у которого там какой-то разряженный массив. Ну, представляете, у нас будет значение 1 и 1000, да, у пользователя. Ну, два ключика у него, 1 и 1000. И тогда, если бы мы не сделали mcgpack mapmt, у него бы все поля от 2 до 999 были бы заполнены nil, 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 nil. Вот когда мы делаем так, мы этого избегаем. Идея понятна? Я покажу потом на практике, как это выглядит. Есть функция локальная, story profile. То есть записать некий объект, какой мы держим в луашках, в реанимых процедурах используем, превратить его в память. Во-первых, обратите внимание, как мы здесь считаем длину. Понимаете, почему вот такой вот изврат происходит? Сколько у пользователя ключей? Да, потому что хэш и вот как можно там решеткой посчитать размер с хэшиком, это не работает. Это работает только с массивом. Он вернет нам только значение от единицы до пяти. Допустим, у него будет написано 1,2,3, потом следующий ключ будет 10, 15, 180. Он вернет только 3. Это плохо. Вот нам это не подойдет. Потому что что происходит, когда у нас каунт равен нулю? Мы удаляем из профиля пользователя. Ну, вообще мы этот профиль удаляем для экономии места. Ну, если у пользователя пустой профиль, зачем его хранить, да? Его не надо хранить. Здесь тоже делаем мета-тейбл на mcgpack.map.nt, чтобы хранить именно дикты. Так, и вот так мы храним. Помните, я говорил, как у нас выглядит. Сначала user id хранится, а потом данные пользователя. Так, где мы вычитываем. Вот так вот мы создаем новый профиль. Это именно не… Обратите внимание, мы его не в Tarantul записываем как базу данных, а просто в неком нашем application сервере создаем новый объект. Создаем пустой объект profile. У него есть свойство юит, задаем user id. И у него есть пустые данные. Потом возвращаем такой профиль, да? Вот способ загрузить профиль из-за базы данных. Передаем функцию user id. Селектим пользователя. Если такого пользователя нет, то есть вот, видите, вернулся нулевого размера, создаем нового пользователя. Почему, кстати, можно быть уверенным, что вернется либо ноль, либо один? Вот сюда, вот в туп. Почему размер будет либо ноль, либо один? И я проверяю только в случае, туп равно ноль. Да, айтишник пользователя уникальный. Если такого не нашли, то создаем новый профиль, как бы работаем с ним как с пустым профилем просто. Иначе создаем вот так вот, то есть создаем объект. У него user id тот, который мы передали. И данные те, что извлеклись. То есть туп один — это первый элемент из заселектченных, а второе — это в ло индексация идет с единицы, не с нуля, как в сишке. То есть два — это второе поле. Вот здесь коммент в принципе есть. Second field of tuple is key-value-dict. То есть обратите внимание, нам не приходится ничего десериализовывать дальше. Мы прямо как в МСГ-паке хранили их в тарантуле, так и с ними не работаем. Вот так задаем ключ. Смотрите, у нас данные хранятся в памяти. К нам надо с ними бережно обходиться, да? Зачем нам хранить пустые строчки? Они тоже будут жрать память. Зачем? Мы так не будем делать. Мы присваиваем value-nil сразу, то есть если пустая строчка, она эквивалентна отсутствию значения. И удаляем. Таким образом мы имеем возможность не хранить лишнее в профиле. Ну и здесь все понятно. Это удалить просто пользователя из профиля. Это получить профиль целиком. У пользователя тоже в принципе все понятно. Понимаете, вот эту функцию, да? Зачем мы ее вызываем? Чтобы сказать нужный формат, чтобы гарантированно была мапка. Профил-сет тоже так работает. Профил-мульти-сет давайте по... Мульти-гет, точнее, сначала посмотрим. Что означает три точки, понимаете? Переменное число аргументов. Да, переменное число аргументов. Мы их вот так вот преобразовываем к некому массиву. Но если у нас фактически массив нулевой, мы просто возвращаем пустой профиль, да? Create new profile и возвращаем пустой профиль наружу в наши бэкэнды. Хотя, в принципе, имея тарантул, не всегда и бэкэнд нужно писать. То есть он может исполнять у вас функции бэкэнда и базы данных. Прямо работаете локально, все нормально. То есть там и HTTP, все поддерживается. Прямо внутри в базе данных можете исполнять. Окей. Допустим, у нас извлеклось больше ключей, чем нужно. Мы выгружаем из памяти весь профиль целиком, лод профайл по юзер-иду. Создаете копию профиля. Просто пустой профиль создаете фактически. И наполняете его вот иPRСом. Еще раз, почему иPRС здесь возможен? Не обязательно иPRС. Потому что у нас массив. Preflist это массив обычный. Начинающийся один, два, три, четыре. У него идут ключи. Поэтому иPRС подойдет. И если у нас в запрошенном есть такие уже данные в профиле, мы просто в профайл копии копируем данные. Просто для экономии процессорного времени там проще копию создать. И возвращаем именно копию профиля. Не полную профиль, чтобы не гонять кучу данных по сети. А только то, что нужно. Есть multiset. Тоже точно так же. Переменное число аргументов. Если у нас неравное число аргументов, выдаем ошибку. ROR, типа как exception кинуть. Там в ло есть через ROR вообще передача exception. И в данном случае, почему мы так делаем? Почему такая бизнес-логика у нас? Зачем вот этот IF нужен? Ну, потому что очевидно, что число переданных аргументов должно быть чётным. Потому что ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение. Иначе что у нас будет? Ключ и всё. А значения у него никакого нет. Вот это явно ошибочная ситуация. И давайте скажем пользователю нашей базы данных, что он передал нам какую-то фигню. Дальше загружаем поле. Если у нас ничего не сетится, сразу прям возвращаем как есть. Дальше итерируемся по preflist, вот prefl key и prefl value. Оператором next. и смотрим. Пока у нас оба поля не нулевые. Я потом покажу, что такое send to prescribe. Не суть. Set profile key. Просто итерируемся и задаем в профиле ключ. Потом всё, когда поменяли, мы сохраняем профайл назад в базу датных и возвращаем профиль целиком. То есть при попытке посетить какой-то ключик в профиле, мы возвращаем профиль целиком наружу. Что такое send to prescribe? Это вся мощь тарантула. Мы хотим получать куда-то нотификации о том, что у пользователя изменилось какое-то поле в профиле. Как мы это можем сделать? Пишем хранимую процедурку, которая будет дергаться. Это даже не хранимая процедурка, просто функция, которая дергается, и сохранимые процедуры set. Если у нас измененный ключик профиля подходит под какие-то данные, то мы его продолжаем, иначе просто выходим. If not fit, then return. Просто никуда не посылаем, не нужны никому данные. Если старое значение у нас nil, мы присваиваем ему пустую строчку, если новое значение у нас nil, мы присваиваем ему пустую строчку, если изменений реально не произошло, если старое значение эквивалентно новому, мы никуда не посылаем данные. А дальше, смотрите, у нас в стандартной библиотеке есть возможность за base64 поля, потому что бинарные данные могут храниться, мы их хотим передать как base64. Новое значение тоже base64. А дальше в протокол в нужном нам формате мы все это дело упаковываем и по UDP посылаем. UDP у нас не блокирующий, быстрый, поэтому посылаем по UDP. То есть ощутили всю мощь тарантула в данном случае? Он решает ту мега-проблему, когда нужно оповестить пользователю. То есть у нас не просто база данных, у нас полноценный low-application сервер. Это только маленькая часть. В принципе, мы могли бы по HTTP сходить, послать куда-то данные. Или могли бы сходить и получить дополнительные данные по HTTP. А еще могли бы поставить торч и использовать нейросети. Наверное, нейросеть использовать в однопоточном тарантуле – это плохая практика. Он у нас все-таки однопоточный, не надо так издеваться. Каждому это… Не надо микроскопом гвозди забивать. Вот это не микроскоп плохой-то. Наверное, пользователь не самый умный, да? Если он микроскопом решил гвозди забивать. Всякое бывает. То есть вот это реально. Кому нужно, заходите, смотрите. Это все у нас в open source. Вот, допустим, для сравнения старые профиля наши. Ну, там чуть больше логики для обходов. Но суть будет понятна. Вот это 1.5 еще версия старая. То есть, видите, здесь сколько приходилось для десериализации всего делать. Ну, здесь все еще более-менее понятно. На самом деле, это не самое сложное. Вот, кому будет интересно, посмотрите. У нас здесь есть целый демонок написанный. Флайдэ называется. Это тоже наш коллега писал. Сколько тут всего есть. Видите, сколько всех, одних библиотек сколько. Вот сериализация в JSON происходит для логирования. Вот HTTP клиент здесь есть тоже. Давайте покажу вам, сейчас, сколько у нас времени. Времени у нас 8 часов уже. Ух ты. Я что-то думал, у меня меньше времени уйдет. Давайте попробуем написать какой-нибудь HTTP сервер в ручную. Такое HTTP. Давайте все вот это стирать мы не будем. Мы сделаем по-другому. Давайте парт у нас будет. На каком у нас хосту будет? Ну, пускай будет на всех доступных айпишниках. На порту 8001, да? Будем слушать сервер. Воу, тут шаблонизатор вот стройный есть. Вообще все мощно. Давайте что-нибудь попроще найдем. Так. 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 Hello, Spider World. Пускай 201 будет. То есть мы будем возвращать страничку Hello, Spider World просто, да? Так, сейчас пример какой-нибудь найдем. Httpd Road вот так вот. Вот по такому пути. Не понял вопрос. Что называется? А, Tarantul, это на GitHub происходит. А вообще документация есть на Tarantul.org. Так, хорошая полноценная документация. Там реально просто заморочились люди. Пишут англоязычные, правда, все документации, но там хороший английский, читаемый. И передаем в MyHandler, да? Httpd, старт. Что ему не нравится? У меня Луавексов, что ли, нет? У меня под 1.6, что ли, он только был. Так. 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 В сервере отдельно надо качать сейчас. Tarantul.org. Так. Так. Тарант. Так. 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 А, библиотечку надо ставить, и просто на сервере ее нет. Ладно, давайте тогда это сделаем уже практикой, потому что у Сергея в докерах оно будет, там уже эта библиотека точно стоит, потому что я обычно ее на докерах показываю, она, видимо, в стандартную поставку не входит. Все тогда, перейдем дальше к лекции, прошу прощения, к лабораторной части, потом сертификаты и Амиго. Итак, сегодня мы с вами попробуем поднять тарантул по традиции опять в докере. Сделаем это, если успеем, три раза. Первый раз просто поднимем тарантул с HTTP-сервером, запущенным внутри него. То есть сам тарантул принимает HTTP-запросы и отдает нам ответы. Вот такая вот небольшая магия. База данных умеет работать как сервер. Второй раз мы запустим репликацию силами докер-файла и докер-имиджа, который предоставляет разработчики тарантула. То есть буквально две команды в докер-компоуз файл добавляешь и у тебя настраивается репликация. И третий раз мы настроим репликацию вручную. То есть в том пакетике, который я вам скинул, есть еще пара файлов луашных, мастер и реплика. И в них настроена конфигурация, в общем, они будут реплицироваться. Один сервер будет смотреть, что происходит на другом и синхронизовать данные. Итак, давайте начнем. Все скачали тот архив, который я кидал в чатик, да? В чат? В чат. В чат кидал я. В чат. Телеграма. Да, вот я прям вижу, как я это кинул. А, ну да, просто у меня нет телеграма. Ага, у вас нет телеграма. Прекрасно. А как вы вчера работали? Тогда пришлось нести. Ну ладно, остальные все скачали? Да, отлично. Давайте его распакуем, кто не распаковал. И перейдем в папочку, которая у вас создалась после распаковки архива. Итак, я сделаю то же самое. Секунду. Вот я в этой папке. Могу показать ее содержимое. Оно должно быть точно такое же, как у вас. Давайте посмотрим докер-файл. Собственно, здесь ничего сложного. Здесь написано то, что мы берем образ официальный Tarantul 1.7. Мы копируем внутрь апп луа и запускаем тарантул, натравив на него апп луа. Здесь ничего интересного нет. Давайте посмотрим, что за апп луа. Потому что там вся магия. Там происходит создание спейса. Вот, вы видите, всем видно или покрупнее сделать? Покрупнее. Хорошо. Так, лучше? Надеюсь, что лучше. Итак, вот здесь мы создаем новый space. Создаем в нем индекс. Индекс на первой части наших таплов. Иван вам все рассказал, я думаю, терминология. В общем, индекс на первой части и строковый. То есть первая часть должна быть всегда строкой. И будем туда вставлять вот здесь вот space absurd. Absert – это update или insert. Если запись есть, мы ее апдейтим. Если записи нет, мы ее insertим. Ну, такая вот простая операция. В общем, если запись есть, то мы вставляем туда хост и какой-то параметр. Две точки – это конкрединация строк. Давайте, наверное, еще крупнее сделаю. Если записи там нет, то мы добавляем, инкрементим вторую циферку. Изначально вставляем единичку. Что эта штука делает? Она смотрит, с какого хоста пришел запрос и с каким get-параметром name. И, в общем, конкретнирует хост и name. И записывает в базу запись. А в ответ она… Ну, что, то есть генерировать ответ. Она делает space select, то есть select все записи, которые у вас, наверное, накопились. И выдает вам ответ через rec-render. Ну, собственно, это и есть наш обработчик. Вот вся эта function, handler называется. Дальше, чтобы запустить HTTP сервер, мы делаем вот такие, получается, раз, два, три, четыре команды. Require HTTP сервер. Ой-ой-ой. Секунду. Потом new, чтобы мы начали слушать, хост порт. И прописываем один роутер, хендлер на пути слэш. И выполняем старт. Вот, старт. Собственно, никакой… Ничего сложного здесь нет. Итак, собираем докер. Докер образ через докер build. Вот он собран. У всех получилось? Давайте я вам скину их в Telegram, чтобы вам было удобно. Спасибо. Так, оп. Пришли. Я их немного оставлю. У кого нет Telegram, могут посмотреть. Итак, у кого получилось сделать, выполнить первую команду? Ага. Остальные все еще делают, да? Давайте подождем еще хотя бы пара человек. Спасибо. 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 Ну, я архив скидывал на Google disk. Его нужно было разархивировать, перейти в него, в папку. Ну, там создается папка Docker-Tarantle, кажется так. Да, и вот прямо в этой папочке запускаете. Он берет локальный докер-файл и собирает из него имидж. Так, хорошо. Имидж мы назвали tntech.ttp-server. Собственно, следующая команда будет docker run. Он поднимет новый контейнер, возьмет образ tntech.ttp-server и создает контейнер mytntech.ttp. Все просто. Берем, копируем и запускаем. Все, он запустил. Для проверки можно запустить docker.ps и увидеть. Так, у меня тут много лишнего запущено. Но вот mytntech.ttp. app 6 секунд. Вы должны увидеть что-то похожее. Вот на эту строчку. Это команда docker.ps. Так, удалось, да? Отлично. Таким образом, собственно, у нас уже запущен tarantle и запущен веб-сервер, который принимает tntp-запросы. Так как я не прокидывал порты, мы делаем docker exec минус it mytntech.ttp. Ну, мы, то есть, запускаем shell внутри этого контейнера. Вот команда, вот самая третья, самая последняя из них. Но я думаю, проблем с ней не должно возникнуть. И после того, как мы запустились внутри, мы можем сделать curl localhost 8080. Напомню, что там в app.loa мы запускались на localhost 8080. И вот мы видим, он нам выдал ответ вот такой. То, что в базе хранится запись с первым объектом 127.01 со строкой, а второй объект единичка. Если повторим, то уже двоечка стала. Как я и говорил, он инкрементит. Также я еще добавил в нем функцию. Можно добавить getparameter name в любую строку. И вот он добавил вторую запись. Просто сконкатил две строки. Ничего сложного. Теперь посмотрим, что у нас случилось внутри базы. Для этого выполним команду console. И мы зашли в консоль Tarantula. У кого получилось? Отлично. После того, как мы зашли в консоль, мы можем посмотреть, что у нас лежит. Какие у нас спейсы есть. Вот space data, который мы создавали. И box space data. Двоеточие select. Ну, вот, собственно, две наших записи, которые лежат в Tarantula. Все честно. То есть реально он по HTTP получил данные, реально он их обработал и действительно положил в базу данных. Вот такой вот простенький пример. Я думаю, у всех получилось. И мы можем, в принципе, с этим примером заканчивать и приходить к следующему. Так, секунду. Итак. Делаем докер rm-f на наш только что запущенный контейнер. Контейнер. Докер rm-f. MyTentech.ttp. Чтобы он освободил нам порт, чтобы мы могли идти дальше. Собственно, все. Мы уничтожили контейнер. Остановили его сначала, потом уничтожили. Вот такая команда. Докер rm-f и имя контейнера. Так. Я так понимаю, удалось. Отлично. Теперь посмотрим дальше. Давайте сначала запустим master slave репликацию. Для этого нам потребуется уже два тарантула. И чтобы не запускать их через докер rm каждый раз, можно это сделать с помощью докер compose. win-docker-compose-manual-rep. В этом случае мы запустим репликацию вручную. То есть запускаем тарантул, указав ему файл луа, в котором прописана конфигурация нашей репликации. Обычный имейдж тарантул 1.7. Добавили нетворк, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. И добавили volume, текущую директорию смонтировали в opt-тарантул, чтобы он, ну, все файлы из текущей директории мог увидеть внутри контейнера. И запустим вот такую командочку. В одном это must-lua, в другом это rept-lua. Собственно, давайте посмотрим, что это за файлы. Два контейнера. Сейчас давайте мы посмотрим. Смотрите, там же я уже рассказывал, что докер создает внутреннюю сеть свою. И внутри сети у них одинаковый порт 3.3.0.1, но разные хосты. А если мы хотим заходить во внутренний, ну, внутри докера тоже по какому-то порту, мы можем их прокинуть наружу в хостовую машину. Но мы не можем же их оба прокинуть на один порт. Поэтому мы делаем два разных порта. То есть на хостовой машине это один и тот же хост, два разных порта, а внутри докера это один и тот же порт, два разных хоста. Вопрос. Да. В этом как между двумя контейнерами прокинуть связь? То есть только через порты? От хоста до хоста, то есть? Да, да. Это, не, можно через сокет. Можно, вот как я уже показывал, в volume добавить текущую директорию. И она будет шариться между двумя контейнерами. Они оба будут в нее смотреть. Да, в нее можно положить сокет файловый обычный и через этот сокет организовать взаимодействие. Ну, да, это можно. Но так как мы рассматриваем репликацию, как бы предполагается, что они у вас должны находиться в разных там дата-центрах, хотя бы ни в одной машине. И здесь я рассматриваю пример, когда у нас мастер-реплика на разных хостах. Собственно, основная часть – это бокс CFG replication. Вот это все, что есть у нас в репликации. Мы им туда передаем два хоста. Репликатор и пасворд – это логин, пароль. Tarantul 1 – это хост мастера, Tarantul 2 – хост реплики. И мастер read-only false. То есть мастер не read-only, он будет принимать пишущие запросы. Также здесь мы создаем пользователя репликатор и даем им права на репликацию. Ну, в общем-то, все. И теперь мы откроем реплику. Файл для реплики. Этот файл очень-очень похож. За одним исключением. Здесь read-only true. То есть вся разница между мастером и репликой в том, что мастер умеет писать, а реплика написать не умеет. Она умеет только читать. Давайте попробуем это дело у нас запустить. Это делается через docker.compose –f, имя файла. Имя файла, docker.compose, manual, репли. App. Давайте минус d, чтобы он терминал отпустил. Вы можете сделать просто app, и тогда у вас будет вывод htda на экране. Итак, получилось. docker.compose.manual.app. Вот такая команда подсвеченная. Итак, у кого получилось? Отлично, практически у всех. Супер, тогда мы можем к нему приконнектиться. Вот такой команды. Давайте я вам тоже их все скину. В телеграмчик. Так. Соответственно, скопирую себя тоже. Эта команда, она запустится внутри docker.tarantle.tarantle.1.1 и выполнит команду консоль. У вас, по идее, они должны называться точно так же, как у меня, потому что он берет имя папки в текущей, добавляет имя сервера, сервиса из docker.compose и дальше единичку по номеру запущенной, ну, в общем, по номеру запущенного контейнера. Выполняю, и я внутри tarantle. Дальше выполняем команду создания спейса. Хотя напомню, что один спейс мы уже создали в master.lua. Так что создаем второй спейс. Так, давайте. Оп. Он already exists. Ну, myspace 2. Так, отлично. И давайте посмотрим, какие у нас есть спейсы. box, схема, нет, box space, box space. И вот видно, ну, я просто раньше, когда готовился к занятию, попробовал создавать myspace, и теперь создал myspace 2. Ну, это не суть важна. После этого мы делаем create index у текущего спейса, который мы создали. Готово. И инсертим какие-то данные. Супер, все готово. И давайте попробуем сделать select. Ну, удалось заселектить. Данные заинсертились. Когда докер-экзек выполняли. Нет. Тарантл сок. Тарантл сок. Так он должен был стартануть. Так, тогда попробуйте, знаете как, докер-экзек, бинус-саж, то же самое. А если запустить тарантл, тарантл-цтл, сейчас, секунду, давайте попробуем. Тарантл-цтл, Так, секунду. Тарантл-цтл коннект. Тарантл-цтл коннект локал хост 3301. Вот. Попробуйте вот такую команду сделать. Тарантл-цтл коннект локал хост 3301. А что делать в группе образа тарантл-цтл да, там какая-то версия бунты. Ну, я этим особо не интересовался, работает. Так, так удалось. Так. А какая у вас версия тарантула? 1.7 тоже должна быть, А, ну да, там же прописана тетка. Тарантл-цтл слигаем, да, скачаем. Ага. Так. Можно попробовать. Давайте тогда я подам к вам. Ну, или давайте сейчас я к вам подойду и попробую. После того, как мы с остальными. У кого получилось? Давайте. У кого-нибудь получилось? Нет. Так, у половины примерно получилось запустить докер, докер, через докер композ и зайти в него в консоль? У половины. А у кого не получилось? У кого падает ошибка? Один. У вас тоже ошибка. Поднимите, пожалуйста. два, три. У троих, у четверых, у пятерых ошибка, да? И у шестерых. Ну, давайте тогда в конце занятия с вами попробуем все это проделать. Может, вы сможете подсесть к тому, у кого получается, чтобы просто всех стынных не тормозить. У нас сегодня все-таки торжественная часть будет в конце. Итак, вернемся к тому, что мы запускали консоль. Мы запускали и смотрели, что у нас Box Space. Вот создались, создался Space новый. Ну вот, видим, что данные вставились. Теперь закрываем это соединение и выполняем то же самое только с Tarantle 2 с репликой. Вот ту же самую команду Docker exec минус IT консоль только не Tarantle 1 и Tarantle 2. Так. И делаем Box Space. Дальше MySpace, который вы создавали и двоеточие select. И видим, что данные добавились. Ну, так как я делал MySpace 2, то вот MySpace 2 тоже данные добавились. Собственно, репликация работает. Теперь проверим, что они действительно master-slave. Попробуем заинсерти данные. Так. Заинсертим какие-нибудь данные. И вот мы видим, что can't modify data because this instance is read-only mod. In. Read-only mod. ничего не получилось. Ну, на этом, собственно, репликация заканчивается. Все, данные записывали в мастера, они доехали до реплики. у кого удалось это все сделать, проверить? А у остальных ошибка Docker.exe не получается или что? А можно под каким-то другим юзером зайти? записать? А если записалось? Так, записалось. А вы так, еще раз. Вы делали Docker.exe в Tarantle 2. Точно, да? И Tarantle, давайте посмотрим, что Docker.ps ваш. Docker.ps вот в самом верху, Tarantle 2, он поднят на порту 3302. Да, все так. Ой, я случайно закрыл консоль. Прошу прощения. Так, а теперь давайте посмотрим на всякий случай ваш Docker.compose файл. Он вот точно такой. Вот must.lua, rep.lua. И вопрос, какой файл вы использовали, когда запускали? Очень важный вопрос. Docker.compose manual.rep или просто rep? Вот. У вас, поздравляю, у вас мастер-мастер репликации, вы можете писать куда угодно. С остальными мы сейчас это все проделаем тоже. Давайте убьем те контейнеры, которые создались. Это делается через Docker.compose минус f Docker.compose.manual стоп. Все, он установит наши два тарантола. И теперь у нас порты освободились, мы можем запустить второй файл, который просто rep. Сделаем up. И вот они у нас создались и запустились. Я еще сделаю минус d. Итак, вот такая команда Docker.compose на несколько строк разделилась. Сейчас попробую ее. Вот, в одну строку. Docker.compose app-f файл Docker.compose.rep yaml app-d. Она сделает примерно то же самое, что в прошлый раз. Она у вас поднимет две реплики, настроит нужным репликацию. Но в отличие от того, что делал я, создав два файла master.lua и реплика.lua, эта команда все делает более волшебным образом. Давайте откроем Docker.compose файл. Что мы здесь видим? Здесь нет никаких волюмов, нет ничего такого. Вот это все, что тут есть. Здесь просто добавлены строчки tarantle replication source и tarantle replication source. Ну, то есть Docker image tarantle который называется tarantle 1.7 настроен таким образом, что он смотрит переменные окружения tarantle replication source и запускает tarantle уже сконфигуренные с репликацией. И так как мы не указали нигде read-only, то они оба позволяют писать. Давайте это попробуем. Так, у всех уже все запущено. Теперь делаем exec. и выполняем те же самые команды создания space но он у меня exists, поэтому я создам другой. Добавление индекса добавили и добавим сам data. Добавили темп индекс global s так, секунду, и сердце Так, отлично. Вот у меня тоже получилось, тоже самое проделать. У всех получилось, да? У кого получилось? Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я видел. Ага, спасибо. Итак, мы закрываем соединение, открываем точно такое же, как Toronto 2, и делаем select S, нет, box, space, дальше myspace, как бы вы его там не назвали, в моем случае это 3, у вас, скорее всего, просто myspace или myspace 2, и делаем select. И вот мы видим, что сам data появилось. Теперь пробуем сделать insert точно такой же, только с другим индексом, вот вместо единичек что-то другое, иначе он не даст ставить. Делаем insert. Номер 2, и вот вставилось. Так, давайте проверим, что все вставилось, вот все отлично. И так как у нас мастер-мастер репликация, то все эти изменения доехали до второй реплики, до второго мастера. Мы можем закрыть соединение, вернуться туда, и посмотреть, что там все есть, все данные. Вот так вот легко работает мастер-мастер репликация в тарантуле. Теперь вопрос, а какие могут быть проблемы при мастер-мастер репликации? Кто-нибудь знает? Что? Конфликты. Конфликты. Так, какие, например? Вот, возможно, два типа конфликтов, но это вот есть на скидку. Ну, давайте вспомним. Если два мастера одновременно начинают писать с одинаковыми айтишниками, то конфликт происходит. Так. Если не успеть завестись данные с одного к другу. Ага. Согласен. То есть конфликт на крейте. Да. А еще может быть конфликт на апдейте. Когда мы пытаемся обновить эту же запись. В общем, как это все работает именно в тарантуле? Если случается конфликт на крейте, то он берет тот, который позже создан. То есть вы записали два мастера с одним и тем же индексом. То есть и туда, и туда я бы записал единичку. Так, прошу прощения. И туда, и туда я бы записал единичку. Собственно, та запись, которая была раньше, ну, по крайней мере, как он считает, которая была раньше, она бы и использовалась. То есть тот мастер, который не успел, он бы проигнорировал свои данные. Собственно, мы можем то же самое повторить, если поднимем мастер-реплику-репликацию и попробуем записать в реплику. Тогда все записи, которые в реплике, они будут иметь низкий приоритет. Они затрутся теми записями, которые приедут из мастера, из настоящего. Вот. Вот. Но теперь вопрос, а что будет, если апдейт параллельно? Как вы думаете? Ну, да, 40, так же можно. Ну, вот я тоже так думал, пока не прочитал документацию. При параллельном апдейте репликация ломается. Все. Он говорит то, что необходима помощь человека, чтобы вернуть репликацию на место. Поэтому мастер-мастер-репликация, она очень интересна, очень интересна, но ее применимость, она несколько ограничена. То есть нужно понимать, как она работает и каким ошибкам может привести, если вы ее используете неправильно. Собственно, какие-то у вас вопросы? А почему это не исправить? Ну, в смысле, а как еще? Как вот по-другому? Ну, даже поведение такое же, как на креейте, вы теряете записи. То есть кто-то, по-честному, записал в один из мастеров, получил от мастера, да, ок, я записал. Начинает с этими данными что-то делать, там, еще какие-нибудь записи, которые ссываются, или клиенту отдал, или там деньги перевел, а потом оказывается, что эта запись перетерлась. То же самое же и креейте, может быть, вам не записаться два объекта. Согласен, да. И информация. Ну, и то, и то, это плохая ситуация. И вам нужно этого избегать. Ну, возможно, в будущих версиях Тарантла поменяет это поведение. Я говорю только про то, с которым сам работал. И поэтому, собственно, мастер-мастер репликации у нас в продакшене, насколько я знаю, не используется. Я ведь прав, Иван? Мы пытались чекнуть, но нет, она из-за этого нет, но выглядит немножко на этот вопрос. А для алтро иного используется. Ну, то есть, один сервер мастер, другой как бы запасной мастер. Ну вот. То есть, так использовать, что писать везде. Просто многие думают, что я подниму сейчас 10 мастеров и начну в них писать. И у меня будет РПС высокий, и вообще все будет шикарно. Представьте, как нагрузку можно распределить. Но мало того, что то, что вы напишете в эти 10 мастеров, оно должно быть там друг другу передастся, и все равно эти все записи, они будут занимать время. То есть, все равно вам придется ждать. А нагрузка на сервера будет высокая. Так еще и вот конфликты таким нехорошим образом решаются. Поэтому, если вам нужно списать на 10 серверов, нужно использовать шардирование. А почему просто не облачивать эти ошибки и отсылать какое-то сообщение, что вы вводите, а потом кто-то просто берет руками. Но при креете вот та схема, которая вам понравилась, когда мы добавляем запись, она перетирается. Он молча это делает. То есть, он просто перетирает и говорит, да, хорошо. Поэтому, ну, в принципе, невозможно там ловить никакие ошибки. Да, то есть, и первый вариант какой-то плохой, и второй кнопок, и вместе, и вообще путь. Да, поэтому не пользуйтесь мастер-мастер-репликацией для записи и туда и туда. Вам нужно решить, куда хотите писать, и туда и писать. Потом, если у вас один мастер прилег, то можно начать писать во второй. Но опять-таки, на момент переключения у вас возможны такие же рейс-кондишн. То есть, какой индекс записал в умирающего прошлого мастера, вы начинаете писать в нового, записали с тем же ID, запись, потом первый мастер ожил, и у них конфликты. И в лучшем случае все затрется и будет работать. В худшем случае, хотя непонятно, какой случай здесь лучше, какой худший, то есть, либо все затрется и будет работать, либо молча причем, вообще не явно, либо ничего не затрется, но и работать не будет. И причем сломается сразу все. То есть, так у вас, до того, как вы починили мастер, работал второй, и было все вроде хорошо. Ну, как-то работало без дублирования ресурсов, а потом вы мастера починили, вроде сделали доброе дело, а сломалось все сразу. Не работает ни один. Вот такое тоже возможно. Что будет при мастер-стайке, если мастер упадет? Если мастер упадет, то нужно прийти и ручками сделать read-only false. То есть, никак в манге, то есть, автоматически он... Никак в манге. Автоматически он не выберет нового мастера, и там нет реплика-сет, здесь просто вот набор реплик. Ну, то есть, они как бы, они объединяются в наборы, то есть, когда мы запускали репликацию, давайте я сейчас покажу файл еще раз, луа. Вот. Вот здесь можно указывать, очень много серверов через взбитую, и у нас будет много реплик, и они будут обмениваться данными по умной схеме, то есть, он найдет ближайший реплик и будет применять данные только из одной. Они не будут по цепочке там ходить. В этом плане можно сделать что-то типа реплика-сета, но выбирать, голосовать и выбирать мастера они не умеют. Так что... Можно такой вопрос? Да. Ну, вообще, мастер-мастер репликацию, вот я не слышал ни одного хорошего отзыва, когда люди писали в два мастера, и все у них было хорошо. Вот, ну, нету такого. В два шарда, да, но это называется шардирование, это не называется репликация, а в два мастера, ну, никто не пишет, потому что есть схемы всяких двухфазных коммитов и более сложных вещей, когда там в постгрессе, кажется, это есть возможность мастер-мастер репликации, там очень сложная схема коммита, которая работает почти всегда хорошо, но если происходит сбой, то сбой происходит тоже ужасно, и нужно руками чинить. поэтому мы не пользуемся в продакшене, и я не могу никому этого порекомендовать. Вот как-то так, есть еще вопросы? Да, по поводу HTTP сервера, у Tarantala есть еще такая фича, ну, не у самого Tarantala, а у Nginx, скорее всего, они там вместе написали этот модуль для Nginx, который принимает запросы от пользователя, транслирует их из JSON-а в MSG-пак, который понимает Tarantala и общается с Tarantala уже по протоколу Tarantala. Это HTTP Tarantala модуль в Nginx, кажется, так называется, можете загуглить, посмотреть. Ну, это, собственно, альтернатива тому, которую я показал вам вначале. Так, если у вас вопросов нет, то по Tarantala в общем-то я все вам показал, дальше можете сами его тестировать под нагрузкой, я думаю, у вас это получится, уже умеете, смысла нет тратить на это время. И я вчера вам начал показывать шардирование в Monge, и у меня не получилось все запустить. Я разобрался. Дело в том, что у меня Docker Compose, он использует просто последнюю версию Monge, которая сейчас доступна. И у них, начиная с какой-то версии, требуется, чтобы конфиг-серверы были зашардированы обязательно определенным образом. И если конфиг-сервер у вас один и он стенд-элоун, он не в реплик-сете, не зашардированный, простите, за реплицированный. То есть, если у вас конфиг-сервер один не в реплик-сете, то такая схема, она не стартанет. То есть, Mongoose, он скажет, что нет, я этим конфиг-сервером пользоваться не буду, он небезопасный. И после того, как я это починил, у меня это запустилось, я вам скину, кому интересно, ну, всем, собственно, скину в чат докер-файл новый, который работает. Скорее всего, я это сделаю завтра, может быть, к вечеру. И вы сможете запустить и попробовать Mongo, шардирование, там прям все по-честному. Там и Mongoose один, и реплика-сета из конфиг-серверов, и три реплика, два или три, не помню, уже реплика-сета из обычных MongoD. Так что, так, на этом, по сути, у меня, я думаю, все, я сегодня быстро выложился. Очень быстро, да? Давайте, может, у кого-то еще вопросы есть, какие-нибудь дополнительные темы попробуем обсудить. И у нас есть несколько человек, которых там не получалось с докером, которым я могу еще помочь. Так, хочу поздравить вас, то, что мы завершили первый летний интенсивный курс от Mail.ru Group. Мы проводим такой формат в первый раз, и на самом деле я очень рада, то, что он оказался, на мой взгляд, очень популярным, успешным, потому что очень много человек зарегистрировалось, очень многие даже прислали в бане тестовые задания и немножечко отвлекали от работы, но, и получилось вот отобрать 67 человек, и до конца у нас дошло примерно 35 человек, что я тоже считаю очень хорошим результатом, потому что у нас был действительно настоящий хардкор, 5 дней каждый вечер приезжать в Mail.ru Group и получать знания. спасибо вам, что вы уделили время, чтобы не гулять, а развиваться. И также, конечно, очень хочется поблагодарить наших преподавателей, это Ваню и Сережу, то, что вы смогли подготовить специально для ребят такой новый курс. Надеюсь, вам понравилось. Мы также отправим вам фидбэк, скорее всего, на выходные. И давайте сейчас уже начнем вручать. Ребят, на самом деле очень приятно, что так много людей из вас дошло до конца. Правда, приятно. Те из вас, кто мои коллеги, уже буду рад, если это вам поможет двигаться по вашей карьерной лестнице дальше. Буду рад, если ваши наставники, мне проставят немножко пива за это. А те из вас, кто еще не мои коллеги, я буду рад уже увидеть вас в новой роли, в роли своих коллег. Правда, буду рад следить за вашими успехами. Спасибо. Спасибо.